Красочные церемонии торжественным парадом спортсменов и от зажжениям огня стартовали в Норвегии вторые юношеские Олимпийские игры. В составе нашей сборной борьбы за медали будут вести 72 атлета. Некоторые из видов спорта впервые включены в программу соревнований. И первые награды будут разыграны уже сегодня. Наталья Юрьева о старте в Лилихаммере, который станет важным шагом на пути в Олимпийскую сборную. Церемония открытия на высоте посреди норвежских гор и очень символично. У подножия трамплина, как знак, здесь старт будущих олимпийских чемпионов. За путевки в большой спорт на юношеской Олимпиаде будут бороться 1100 атлетов из 71 страны. На этих играх вообще все по-взрослому. Свои медали, свой талисман и, конечно, олимпийский огонь. Только главные герои – дети. Чашу олимпийского огня зажгла 12-летняя принцесса Норвегии Ингрид Александра. Преодолей свои возможности, создай будущее – девиз юношеских олимпийских. Здесь появятся новые звезды мирового спорта. Участники соревнований от 14 до 18 лет. За 10 дней должны показать, кто из них быстрее, выше, сильнее. Первые шаги по норвежскому льду уже сделали наши фигуристки. Полина Цурская и Мария Сацкова. Зрители пришли даже на репетицию. Сильная половина китайской сборной только и успевала фотографировать, как легко и высоко прыгает 14-летняя Полина. У меня как бы нет кумиров. Я стараюсь быть индивидуально. Да, мне нравится, например, как некоторые катаются, некоторые прыгают. Но хочу, чтобы кто-то, наоборот, старался быть похожим на меня. За нами Россия! За нами страна! Мы верим в победу! Мы верим в себя! Последние напутственные слова перед стартами от президента Олимпийского комитета России Александра Жукова. На этих соревнованиях, по его словам, особый интерес к дисциплинам, которые впервые представлены на Олимпийских играх. В Лилихаммере будет испробован монобоб. То есть один человек в бобслее. Или, скажем, интересно, я даже не знаю, как это выглядит, кросс на лыжах. Потом, по-моему, лыжный слоп стайл. То есть отрабатываются популярные среди молодежи дисциплины и виды спорта, которые потом, возможно, попадают уже в программу больших игр. Всего в Лилихаммере разыграют 70 комплектов медалей. Причем дизайн наград доверили неизвестной компании, а молодым норвежским художникам. Познакомьтесь, это наш талисман, рысенок. Он очень добрый, общительный и, конечно, любит спорт. Его зовут Шог. Шог в переводе с норвежского – снежок. В конкурсе на создание талисмана юношеская олимпиада победила 18-летняя жительница Лилихаммера. Этот норвежский город – особенный в истории российского биатлона, уверен член нашей юношеской сборной Егор Тутмин. Конечно, это большая честь для меня выступать здесь, на этой земле, на этой трассе. Очень хочется пойти по стопам нашего спортсмена Тарасова. В 1994-м Лилихаммер принимал взрослые Олимпийские игры. И на этой самой трассе российские биатлонисты выиграли 3 из 6 возможных золотых медалей. Высшие награды получили Сергей Тарасов, Сергей Чипиков и женская команда в эстафете. Выступали впервые не под знаменем Советского Союза, а России. И в итоге стали первыми в медальном зачете. Как радовались этому триумфу, помнит Николай Савинов, тренер сборной России по биатлону. 22 года назад он, как и сейчас, готовил здесь спортсменов и настраивал только на победу. Да не только прыгали, не только прыгали. Радовались так, что это не рассказать. Вечера не хватит. Было очень здорово. Конечно, хотелось бы повторить это все. Хотелось бы повторить, хотя вот с нашими молодыми спортсменами. Посмотрим. Кто вернется домой победителем, узнаем совсем скоро. Первые медали разыграют уже сегодня. Наталья Юрьева, Андрей Лесных, Первый канал, Норвегия.